Васину из того, что есть в СМИ, и может быть вы что-то знаете, видели? Мне известно тоже, что известно уже всем. Николай Васин вышел из своей мастерской, студии, из храма Жанны Ленны, не потушил свет, зашел в торговый развлекательный центр галереи, поднялся на самый верх и бросился вниз на каменный пол. После чего был обнаружен мертв. При нем была записка, в которой содержание приблизительно следующее, что в этой стране его никто не понимает, никто не хочет заниматься храмом мира, любви и так далее. Вот основное содержание. Вы с ним когда последний раз разговаривали? Ну, я вам скажу вещь, может быть, я вообще сторонник правды исторической. С Васиным я знаком с весны 1971 года, давно. Вся эта история, которая превратилась в этот храм Джона Леннона, проходила на моих глазах. Вначале это на окраине горы, жевко-пороховые, сквозь какую-то дочь или пургу пробираешься, а там около сидит компания сверстников, все счастливые, все слушают музыку Битлз, все чувствуют себя защищенные этим прекрасным искусством. Праздники, отмечения, дни рождения участников Битлз проходили с года в год. Постепенно они набирали обороты, стали проводить уже более крупные концерты по секретным, по подполе. Шли годы. В конце перестройки, когда, собственно, цензура с одной стороны рухнула, когда государство находилось на идеологическом переломе, была зарегистрирована общественная организация, комитет содействия по созданию храма Мира и Любви. Это общественная организация, юридическое лицо. Николай Васильев был не президент, я был вице-президент. У меня даже право подписи там было. Пошли еще годы. Я несколько раз пошутил, не буду говорить как на тему храма. Я вообще как бы беталоман с детства. Но я так не сторонник превращения этого в религиозную доктрину. Я был проклят и отвучен от церкви. Васильев я вижу довольно регулярно, потому что я нахожусь рядом с своего особого, офисом храма. Ну вот, формально я отвучен от церкви, но, загорелись, я являюсь вице-президентом. То есть, когда нет президента, его место занимает вице-президент. То, что я улыбаюсь, это, а что делать? Такую печальную мину лица не хочется. Вопрос в другом. Что с этим собранием басинским произойдет дальше? Распыленная коллекция, она уже не представляет особого интереса. В принципе, у него там уже музей вот этой истории советской бетломании, вот этого пути к внутренней свободе. А именно вот эти песни, они изменили советского человека. Все эти демократические изменения, которые не все нам нравятся, но они произошли в результате вот просто этих песен, в основе которых лежит музыка Битлз, а Коля Васин такой пророк бетломании в России. То, что он написал в записке, это действительно вы верите, что это такой мотив, что он действительно был готов распрощаться с жизнью? Коля Васин постепенно с годами превращался в такого бетломана-ваххабита. Значительное количество друзей было им отвергнуто. Это не я один такой. Неправильно сказал, неправильно не ту песню воспел. И я думаю, это результат одиночества. С одной стороны, в нем это мессианство было. Явление должно развиваться. Если не развивается, оно деградирует. Вот это явление Васинского храма, это явление, которое в принципе деградировало. Потому что на все эти Битлз-праздники проходило все меньше людей. А последние пару лет совсем мало людей приходило. Другие люди проводили успешные концерты, чисто такие бетловские, музыкальные. В колледже все-таки религиозное сознание было превыше музыкального факта. Что сейчас вот там в храме находится? Что это за коллекция? Расскажите про нее. Ну, коллекция. Коллекция состоит... Это не коллекция Веласкеза или Ван Гога. Это рукобдельные, огромные, талантливо оформленные книги по Битлз, по музыке русской здесь. Это, ну как средневековые Библии, они представляют интерес именно как предмет. Ну и есть, конечно, знаменитая пластинка, полученная Васином в 70-м году с автографом Джона Леннона. Ну, вот всякие старые бобины и так далее. То есть я скажу, что это интересно как пример такой советско-русской бетломании. Каждый, если вещи разъять, то это будет потеря полная. Желательно, чтобы они сохранились. Ну, здесь начинаются моменты собственности. Теоретически есть там племянник, который должен появиться, и с ним, видимо, будут идти какие-то разговоры. Лучше всего, если бы это был не какой-то храм, а просто музей, исторический музей. Потому что музыка Битлз, вообще это рок-музыка, это уже часть истории. Я бы готов был чем-то и помогать даже. Но он должен быть открыт и общедоступен. Понятно. Спасибо. Не хотели бы...